Это не собеседование на престижную должность определения лучших управленцев страны. В Московской области стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России». Участники – эффективные руководители своих компаний. До полуфинала добрались порядка трёх тысяч человек. Одиннадцать представляют Владимирскую область. Андрею Кондрашину почти 30, выпускник высшей школы экономики. Сейчас он занимается консалтингом в ресторанном бизнесе. Проще говоря, консультирует предпринимателей, как успешнее вести дело и просчитывать риски. О своей сети кафе Андрей тоже мечтает, но это скорее перспектива на будущее. Меня заряжают большие цели. Мне скучно, когда задачи рутинные и каждодневно мне намного ближе, когда есть какой-то челлендж, испытание, чтобы можно было мобилизовать свои внутренние ресурсы. И как раз меня заряжают подобные испытания. Конкурс «Лидеры России» проводится всего лишь во второй раз. Интерес к нему растёт. Заявок подано намного больше, чем в прошлом году. Возрастной ценз повышен до 55 лет. Позади дистанционный этап – тест на общее интеллектуальное развитие. Новое в этом году задание «Сердце лидера». Каждому участнику было необходимо представить свой социальный проект. Связан он, может быть, с помощью детям, профориентации молодёжи или общением со старшим поколением. Ребята ездят, организовали такую кампанию, ездят по домам престарелых, записывают истории пожилых людей. И смысл этой акции не только в том, чтобы проявить внимание и уважение к людям, которые прожили долгую интересную жизнь, но и поделиться опытом этих людей с молодёжью и вообще со всей страной. Потому что оказалось, что в этих домах престарелых находятся зачастую люди, которые… Фантастическая история, которые разрабатывали крупные промышленные проекты в нашей стране, которые решали задачи научные, которые решали государственные задачи. Впрочем, большая часть социальных проектов участников держится в секрете, как и задания. Полуфиналистам предлагают погрузиться во множество реальных деловых ситуаций. Председатель экспертного совета конкурса раскрыл лишь некоторые прошлогодние примеры. Участники на некоторое время становятся правлением компании, которая принимает решение, где и какой новый завод построить. То есть им дан анализ производственного цикла, спроса, им дан анализ территории возможных, инвестиций и всего прочего. То есть дан массив информации. И они должны на самом деле принять решение, какое строительство, где имеет наибольший смысл, обосновать его и аргументировать. Тоже об этом договориться. У конкурса «Лидеры России» появилось много партнёров, ведущей российские корпорации. Они в том числе придумывают задания для участников. Полуфиналы проходят во всех федеральных округах. По итогам выберут всего 300 финалистов. Впрочем, ведущие компании страны уже присматривают себе новых сотрудников среди участников конкурса. У нас из сотни победителей финала прошлого года уже более 80 человек получили новые высокие назначения. Причём очень высокие. Два губернатора на Ямале и в Амурской области назначены из участников конкурса «Лидеры России». Четыре заместителя министра федеральных министерств и ведомств, заместителя губернатора. Кстати, год, вот уже ваш финал приближается, а назначения среди победителей первого финала продолжаются. Финал состоится в Сочи уже в марте. Борьба обещает быть напряжённой. Выбрать предстоит всего 100 победителей. Каждый получит по миллиону рублей на обучающую программу по выбранному профилю. Среди финалистов есть и представитель Владимирской области Роман Чакушов, гендиректор Юрьевпольского мясокомбината. Екатерина Гаврилова, Стас Трегубов, губерния 33.